К Земле движется потенциально опасный астероид. По расчетам астрономов 4 марта он пройдет на максимально близком от нашей планеты расстоянии. Об этом впервые стало известно еще в середине февраля. 12 числа эту новость опубликовал Роскосмос. Я хочу сказать следующее, что таких астероидов более 5000, чтобы люди представляли себе, что он не единственный. Все они пересекают орбиту Земли. Правда, есть несколько, которые до нее не доходят. Они относятся к группе Аполлонов, ну, Аполло, если по-английски говорить. И, соответствующим образом, названы в честь первого астероида, который еще открыт был в 18 веке. И как раз назвали его в честь бога греческого Аполлона. И вот остальная эта группа так и понеслась, что они относятся вот к этому астероиду Аполло. По словам профессора, несмотря на то, что астероид называют околоземным и потенциально опасным, он не предоставляет никакой угрозы. Он пройдет на достаточно большом расстоянии и не нанесет ущерба планете. Мы с вами рассуждаем так, 1,3 километра камень какой. Ну, в принципе, больше, чем площадь Казанского университета здесь, может быть, даже получится, если положить его сверху. Но я хочу сказать следующее, что в космосе это такая пылинка, которую даже, если будем рассматривать по отношению к Солнцу и другим планетам, заметить невозможно. Представляете, вот тут у нас мы стоим, а тут эти пылинки, очень много вокруг нас летают. То же самое тут происходит. Поэтому говорить о том, что огромный объект летит рядом с Землей, Землей в данном случае не приходится. Принято считать, что расстояние между Луной и Землей критическое относительно движения других небесных тел. Расстояние между планетой и астероидом гораздо больше, поэтому поводов для переживаний нет, сообщает Юрий Нефедев. Диана Жданова, Фарид Захитаглы, Софья Чугунова, Универ Ньюс.